соответственно также существует мироподдержка то есть постановление 236 которое касается специального технологического оборудования на производство электроники соответственно испытания и так далее на материалы и на саппорт смешанное условно по сущностям постановление будет соответственно условия также перед вами на максимум 10 лет реализации проекта это самое долгое постановление с того что есть по реализации соответственно срок разработки 5 лет максимальный объем субсидии 2 с половиной миллиарда всего проект может выбирать по 500 в год соответственно также 10 процентов софинансирования требования к организации идентичны абсолютно тут ничего такого нет зачитывать и в принципе максимально похоже отдельно еще раз повторюсь что задолженность перед бюджетом быть не должно там история важная конечно волнообразно возникают эти задолженности предприятия особенно крупных предприятий вот как-то надо подгадывать получается в плане задолженности объем выручки 115 процентов один вот рэм также необходимо создать минимум гидрид какой-либо и соответственно 10 процентов не бюджета у нас везде это присутствует там пометка в принципе что выручка в принципе экспортная выручка да то есть она засчитывается только на продукцию которую конфет на старте вы заявили для разработки очень часто бывает что некорректно сформулированные изделия то есть которые или линейка изделий которые будут выпускаться и аудитор да то есть с которым тоже пообщаемся с коллегами у нас завтра просто начинают путаться то ли продукцию вы там отчитываетесь продажами или что-то другое то есть поэтому название продукции которые будут фигурировать по ходу всех документов проекта да то есть соглашение когда предложение к соглашению она должна быть максимально идентична тому что потом будет продаваться соответственно статьи затрат также перед вами они тоже из максимально похожи со стадиями от 1252 есть некоторое отличие да то есть тут есть определенное нормирование подрядчиков не более 60 процентов соответственно есть возможность провести патентные исследования соответствии с гос тоже историю компенсировать вот тут в этом постановлении важно обратить внимание на нормирование заработной платы по кодам а я к слову скрыть пожалуйста да то есть здесь важно что уровень заработной платы которые вы можете субсидировать по каждому своему сотруднику не может более чем пять раз превышать среднемесячный размер фото по кодам 72 74 это соответственно научные коды по осуществлению научной деятельности вот что это означает что условно говоря если там средний размер фото по этому коду там 50 тысяч рублей то максимальная зарплата которую вы можете субсидировать 250 тысяч рублей при этом если зарплата у человека больше она как бы может быть больше но вы ее тогда должны будете платить исключительно за счет собственных средств и как вот именно вот такой подход будет внедрен скорее всего в новой редакции 109 постановления и скорее всего 1252 тоже в целом как все субсидии будут переходить примерно на такое правило определения предельного размера фонда плата труда это крайне важный момент как бы за него отметить посмотреть особенно если сам группа разработчиков дорогая убывать что весьма дорогая да как видели недавно у одних коллег которые участвовали в постановлении соответственно вот эту историю надо заранее планировать потому что если это не учесть да то есть этот объем то можно неправильно расчет сделать эфир модели будущий там наряд неприятных историй налететь да мы как раз поговорим в следующем блоке там какие-то и случались ну соответственно небюджетные параметры они тоже перед вами в правой части слайда да тут ничего такого в принципе нет сверхъестественного отчетность также по квартальная соответственно сейчас она перед вами эти даты соответственно там и санкции но это тоже максимально похоже на самом деле на то что есть у ребятам постановление вот коллеги по 2136 мы тоже краткую информацию дали то есть какие-то вопросы по этому инструменту есть или нет если есть рады будем ответить правда честно говоря уже прием заявок закончил в этом году на нее я не знаю будет еще раз повторно конкурс не уверен если если вида да есть информация что летом примерно в июне июля планируется еще один на заход на 20 36 мы тоже сейчас правило по 20 36 будут немножко доработаны вот и после внесения изменений скорее всего тоже будет еще один конкурс но это как бы ориентируйтесь на конец июня и июля не раньше спасибо коллеги смотрите тогда наверное мы посмотрим еще на то что есть усколково да то есть и наверное вопросы отвечаем они будут вопрос по 2136 можно конечно конечно все равно пока презентацию скажите пожалуйста вот в презентации по 2136 у вас указано российское юридическое лицо должно иметь и так далее там 25 процентов в офшорах а в 12-52 50 процентов такой критерий это какая-то техническая ошибка либо это разные требования в этих постановлениях это разные требования связаны с тем что гнус да 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 извините да и немножко пропал наверно а и руби со